Всем привет! Я тут такая на домашнем. Вообще, я уже наснимала кучу всего, но поняла, что у меня до сих пор нет приветствия. Я до сих пор с вами не поздоровалась, поэтому будет влог немного задом наперед. Но, девчонки, я недавно поехала в Зару. Чуть-чуть предыстории. У нашего друга скоро свадьба. Я заказала платье, я ждала его практически месяц, оно ко мне приехало. И на сайте оно было таким нюдовым, а в жизни оказалось очень-очень светлым, такой ванильный оттенок, скажем так. И я решила позвонить невесте и спросить, как она на это смотрит, потому что оно реально, ну такое ненарядное, даже не слишком праздничное, очень скромное. Но она попросила меня его не надевать. Я уважаю ее мнение, я не хочу никому испортить праздник, кого-то обидеть, оскорбить. Заказала одно платье на Asos, приехала такая тряпка, девочки, сейчас буду отправлять обратно. Я просто оставлю вам ссылочку внизу на это платье. Знаете, что его покупать не надо, потому что очень такая тонкая ткань, некрасивая посадка, смотрится очень дешево. И я думала, что оранжевый цвет с загаром будет смотреться красиво. И да, это было бы так, если бы платье не оказалось таким странным по качеству. Платье на свадьбу я себе выбрала в Заре на распродаже, но такое себе. Для меня это будет платье на один раз, потому что у меня есть очень красивое такое красное платье, нарядное. Но я тоже решила, что оно будет привлекать на себя слишком много внимания. Я уже, знаете, так осторожничаю, потому что это не мой праздник. И я все-таки взяла что-то поскромнее, это был мой выход из ситуации. Я сделаю для вас собиралку, посмотрите, что я надену. На Asos также заказала себе такие шлепанцы. Они очень прикольные, стильно смотрятся, такие интересные, квадратные спереди и сзади. Они тканевые, и даже если они испачкаются, они хорошо будут отстирываться. У меня 37,5, я взяла 38, и я не могу сказать, что они мне впритык или прям идеально по размеру. Это такой полный 38. Я даже подумываю, мне взять ли себе 37, потому что они прям такие немаленькие. И решила показать вам свои покупки. Я еще жду посылку из Mango, тоже вставлю в влог. Потому что пока я соберусь снимать отдельное видео, уже все будет распродано. И толку с того, что я покажу вам мои классные покупки, все-таки вы смотрите мои ролики для того, чтобы вдохновиться, возможно, что-то там повторить. И что ж такое? Все что-то от меня хотят. Это очень хорошо. Я покажу вам несколько покупок из Zara, и позже мы посмотрим с вами, что я купила в Mango. Буквально несколько вещей, но они очень классные. Я знаю, что многие девчонки увидели в Инстаграме, побежали в магазин и успели приобрести. Взяла две пары нарядной обуви, потому что эти босоножки, которые у меня были, я сносила. У них отклеилась стелька, у них начал отъезжать каблук. И, пожалуй, это было последней каплей. Золотые. Вот, смотрите, штрих-код, но цена указана без скидки. Где-то 40 с чем-то евро они стоили изначально, а сейчас гораздо дешевле. Просто я заказала их онлайн. А вот эти, не видно, к сожалению, номерка. Я взяла в 38 размере, и мне они очень хорошо подходят. Удобная колодка и в золотистых, очень аккуратно смотрятся на ножки. И вот эти серебристые, вообще прикольные. Здесь высоченный каблук, гляньте, но он удобный, устойчивый. Мне в нем, мне в них комфортно. И здесь силиконовая застежка, но тоже не жмет, не трет. Я чуть-чуть в них дома походила, все окей. Жакет я не планировала брать, но когда примерила его с платьем, настолько женственно, легко и такой, знаете, нарядный, легкий образ. И бежевого жакета у меня еще нет. Ну, я немножко повернута. Это надо лечить. Платье было только в размере S, но оно довольно мало мерит. 28% скидка на него. И оно такое тоненькое, вроде как не просвечивается. Я покупаю бесшовное белье. Трусики бежевые в H&M. Я их найду и оставлю вам ссылку внизу. Вообще ничего не видно, у меня с этим никогда никаких проблем нет. Кто говорит, что просвечивается белье, ну, я вот так решаю этот вопрос. Платье мне хотелось бы немножко укоротить. Тем не менее, я взяла, потому что смотрится очень эффектно. XS, размер пиджака и вот тоже номер артикула. На него 43% скидки. Сквозняк. Наряжаюсь. Жакет. И скажу сразу, что это не тот наряд, который я заказывала. Я бы не посмела прийти в таком на свадьбу. Жакет мне нравится. И платье смотрится очень аккуратно. Я сейчас в бюстгальтере, но оно рассчитано на довольно маленькую грудь. И вот так платье смотрится без жакета. Бельевой стир, конечно же, нравится не всем. Но я обалдею от этого наряда. Тунику, конечно, не мешало бы разгладить. Но я думаю, что суть понятна. Очень красивая, нежная. И я хочу носить ее на пляже. Поэтому я притянула сюда и шлепанцы, даже протерла их подошву. И вот эта сумка, я от нее обалдею. Она старая из Традивариуса. Хотела бы сейчас на скидках найти такую же черную, потому что я ее тягаю все лето. Она просто настолько удобная и прочная. Я тут килограммы ношу, и она все выдерживает. Она у меня из Традивариуса. Ну и в Манго были очень похожие. Вы знаете, туника очень даже зачетная. Наверное, я ее оставлю. Может, не к такому наряду. Хотя, что скажете, модные судьи, вынесите мне приговор. Я все-таки оставлю ее, скорее всего. Есть и посылка от Манго. Открываем. Посмотрите, как все аккуратно запаковано. И обувь приходит еще в таких картонных коробках. Когда идешь на распродажу в стационарный магазин, конечно, выбор побольше, но часто вещи то испачканные, то в таком состоянии, как будто их уже несколько поколений носила. Очень крутая замшевая сумка Шоппер. Что-то в камере она выглядит какой-то такой странноватой. Я специально выбрала такой оттенок. И в жизни она, конечно, красивее. Очень стильно смотрится. И чем дольше я буду ее носить, тем такой более стильной она станет. Потому что я люблю всякие потертости. Очень удачный цвет. Он чуть темнее, чем вы сейчас видите. Но есть и черный, и светлая. Светлая может затираться. Я обожаю свою плетеную, но мне хотелось что-то такое не структурированное. Что-то, вот знаете, взяла и побежала на любое время года. Давно на нее засматривалась. О, вот так она выглядит. Да, я довольна. Ой, это точно нет. Я хотела красивую вечернюю сумочку оригинальную. Ну, посмотрите, она какая-то пожеванная. Все торчат нитки. На нее очень хорошая скидка. Может, мне не повезло конкретно с вот этой. Остальные получше, но... Вообще нет. Я отвезу ее обратно в магазин. Что-то как мочалка. Нагло подсмотрела это украшение у Вики, когда мы были вот в Швеции. Настолько стильно смотрится с белой рубашкой, с чем-то базовым. То есть, это одна цепочка трехъярусная. Вау! Обалденная. Сейчас тоже по хорошей цене. Вика, прости, мне просто очень сильно понравилось. Спасибо тебе за вдохновение. Очередная сумка. Я сразу заказываю многое. И потом, когда что-то меня не устраивает, я возвращаю. У нас с этим проблем нет. Конечно, я не ношу эти вещи перед возвратом. Деревянная сумочка очень стильная. Мне кажется, что она такая больше вне времени. Она не прям супер трендовая, как все модели, которые немножко приелись. Поэтому, да, я ее оставлю. Она тоже сейчас недорогая. Девчонки, она, конечно, сейчас не разглажена. Но я хочу как можно скорее поделиться с вами информацией, чтобы можно было еще что-то приобрести. У меня есть такая же белая, но в размере XS. Она довольно свободная. Я обожаю. У нее тело дышит. Она мигусенькая. А S большая, больше даже на M идет. То есть, если вы носите S, то даже XS, я думаю, что будет окей. Вот очень вам советую. Если вы увидите, они есть в двух цветах. К сожалению, тоже едет обратно. Она большая на меня. И последнее. Это летний костюмчик. Тоже Mango. Вы знаете, все в нем хорошо. Мне нравится жакет. Он в размере XS, без подкладки. И его можно носить даже вот когда очень жарко, подвернуть рукав. Это натуральный материал. Расцветка симпатичная. Здесь видите полоска такая голубая и терракотовая, можно сказать, кирпичная. Но с шортиками проблема, потому что у меня размер S и они очень велики. У них что-то с размерной сеткой. То есть, вот видно, что они так болтаются. Нужно заказать меньше. Я бы не сказала, что я прям такая масенькая. И я рассчитывала на то, что они будут сидеть свободно, но не настолько. Так что буду искать шорты поменьше, потому что мне очень нравится такое сочетание. Недавно в сторис показывала вам эти замшевые сабо. И я взяла себе 38 размер. Нормально сидит и красиво смотрится на ножки. И элегантно, и смотрите, каблук здесь не слишком высокий. То есть, можно будет идти на какие-то недолгие прогулки. Я не скажу, что это самая удобная в мире обувь. Но приемлемо и очень интересно смотрится с базовыми вещами. Кому что вечером, а Оля готовит завтрак. Мне довольно рано нужно будет уехать. Я настолько полюбила свой крамбл, что я вот пробую разные вариации. Если вы смотрели мое крайнее видео с домашними рецептами, то вы знаете, о чем идет речь. Если нет, то ссылочку я где-то оставлю в инфобоксе. Сегодня у меня вместо клубники и ревня абрикосы и кукурузная мука. Также у меня не оказалось кокосовой стружки, поэтому вместо нее я добавила орешки к кешью. Все перемешала. Теперь посыпаю и в духовку. Здесь река Висла, а вот так выглядит велосипедная дорожка. Здесь рядом лес и всякие там монастыри по дороге. Все встречается, пока не доедешь до самого города, где уже движение поинтенсивнее и дорога. А по дороге, прямо вообще очень близко к центру, есть такие небольшие дачные участки. Здесь, я не знаю, у людей по одной, две сотки, наверное. Но все равно очень ухоженно. И каждый раз, когда мы катаемся, видим, что люди приезжают отдохнуть. Все-таки свой какой-никакой, но свой участок земли, это очень здорово. Спустя где-то полчаса со всеми остановками мы уже практически на месте. Вот издалека иногда в некоторых местах кажется, что Висла маленькая, такая безобидная. Но когда она разливается, то все вот эти вот дорожки залиты и фонари, ну так, до половины видны. И это иногда действительно реальная проблема. Недавно такое было. Я вам в инстаграме показывала, как Краков утопает. Вот здесь велосипедная дорожка. То есть мы едем не по проезжей части, потому что все-таки я немножко переживаю за Захара. Томик всегда едет спереди. Захар в серединке, и я сзади. Вот мой велосипед. Здесь куртки. Ой, до сих пор еще не купила себе корзинку. Нужно заняться этим вопросом, а то, как всегда, проснусь уже после сезона. Дай пять, Захар. Дай пять. Кто проехал так много? Ты? Молодец. Устал, говорит, мама, я хочу спать. А Игнат, как всегда. Мама, это тебе. Вот, прям с корнями. Творожные блины готовы, рецепт будет в футбуке. Они очень любят такие мини-пикники, когда мы едим не дома, но не в ресторане. И у меня не оказалось никакой бутылки, поэтому я достала их стакан и налила лимонад, все повезу в машине, вот этих подстаканниках. И сегодня я была в торговом центре, кое-что покупала, потом вам покажу. И тоже пила лимонад, второй стакан куда-то затерялся, так что я помыла этот и решила по второму разу использовать. Почему бы и нет? Была на почте. А, еще прикол в том, что они любят эти блины со взбитыми сливками, так что берем с собой еще и вот такую штуку. Была на почте, купила им вот такие загадки. Они очень простые, для Захара, наверное, нужно что-то посложнее, но других не было. Так что сегодня будем так развлекаться на пляже. У меня целый багажник игрушек для пляжа, полотенец, потому что у нас это ежедневная традиция, если погода хорошая. И как раз солнце не так жарит после пяти или после четырех, в зависимости от того, во сколько их завожу. И потом, когда успеваю все дома сделать, то забираю их чуть раньше. И вот тут что-то надо посчитать. Такие, знаете, простые загадки. Я уверена, что им понравится. Вот это прикол. Мы приехали на пляж. Здесь нас уже знают. Я потихоньку еду по парковке. И вот я получила такой веночек. Мама, пицца! И пицца продается! Вау! Мама, место, место! Место, место, хорошо! Думаю, думаю, у меня есть. Какие вкусные блинчики. Уже немножко доедает один большой. У нас уже новый день, а я на своем рабочем месте на кухне. Как обычно, сегодня вечером с вами будем готовить такой летний тортик на основе творога и желе. Клубника также в холодильнике есть. Короче, я вам потом все расскажу и покажу. Я надеюсь, что у меня получится. А то, знаете, как идешь в гости и потом все как-то не по плану. Я была в Пепко. Это такой дешевый магазин, где я покупаю детские вещи. И вот вещи, которые я купила на распродаже, я покажу чуть позже. А здесь у меня домашние штучки. Мелочи, приятно. Такого чего-то у меня еще в кухне нет. Купила стеклянную бутылку. Я не хочу использовать постоянно пластиковую для лимонада. И хотела бы просто наполнять ее чем-то. Холодным чаем, чем угодно. Даже просто водой возить с собой на пляж. Да, у нас тема пляжа актуальна все лето. Он находится недалеко от нашего дома. Так что ездим туда практически каждый день после садика. Сейчас еще и стараюсь пораньше деток забирать, потому что очень жарко. У нас то жарко, то холодно. Эти перепады просто космические. У меня там варится рис, если что. У меня не было круглой формы. Можно было бы сделать сырники в квадратной форме, скажете вы. Но мне захотелось купить форму чуть поменьше. И она открывается. Потом посмотрите, зачем это надо. Блин, она не открывается. Вот это я балда. Вы представляете, я специально за этой формой поехала. Это капец. Я была с детьми, они так забили мне голову. Что делать теперь? Поедем с ними искать форму позже. В гостях они пили какие-то там напитки из вот таких стаканчиков. Им очень понравилось. Они говорят, мама, увидишь где-то, купи нам, пожалуйста. Они недорогие, стоят около 2 долларов. Так что взяла две одинаковые кружки, чтобы не было войны. Это просто постоянно. Они будут спорить из-за всего. Так что и футболки, и кепки у нас все одинаковое. И еще один большой кувшин. Так как у нас часто гости, когда я готовлю лимонад, я хочу сразу много сделать. Или какой-то там напиток, воду с лимоном просто. Лучше за один раз сразу несколько кувшинов наполнить, чем за каждым разом это все обновлять. Так что теперь у меня два кувшина. Я обедаю, забираю деток, еду на пляж, вечером встретимся. Сразу понятно, кто в доме блондинка. Форма открывается. Просто вот эта штука была сзади, и я ее сразу не заметила. Фух. А теперь вся правда о том, какой Оля на самом деле кулинар. Я не каждый день выготавливаю. И когда я одна дома, я ем что-то очень простое и не заморачиваюсь. Сегодня на обед у меня отваренный рис, помидор и хумус. А детям на ужин я сделаю оладьи из цукини. Добрый вечер, девчонки. Давайте готовить торт. Я уже в процессе. Ингредиенты очень простые. Каждая из вас сможет его повторить. И он в Польше называется сырник. Это один из популярных летних тортиков. Но в принципе его готовят даже круглый год. Очень легкий десерт. Особенно когда жарко, не хочется ничего тяжелого. И нам понадобится килограмм творога. Я очень хитренькая, потому что я живу в Польше. Я знаю, что польки часто пользуются вот таким. Это перемолотый до сметанной консистенции творожок. Если у вас такого нет, то покупайте обычный и пропустите его несколько раз через мясорубку. И не берите обезжиренный. Он должен быть таким не слишком кислым. И вот прямо 3-4 раза прогоните через мясорубку, чтобы консистенция была гладкой. Вот такие печеньки. Это бишкопты в Польше называются. То есть это бисквиты, которые я очень часто использую для приготовления тирамису. Ну, все, наверное, знают как раз это печенье из-за тирамису. Вот. И можно сделать тесто бисквитное. Но так быстрее. Я такая задолбанная. Вы себе не представляете. Но все равно я очень люблю готовить и хочу принести этот тортик, десерт завтра к нашим друзьям. Смотрите, что я сделала. Я таки открыла свою форму. И нижнюю часть прикрыла бумагой для запекания. Потом это все застегнула форму и обрезала вокруг. Так просто удобнее будет доставать наш десерт. И он не будет прилипать к форме. У вас потом не будет никаких проблем. Что я сделала с желе? Я его растворила так, как написано на упаковке. Но мое желе было предназначено для пол-литра воды. То есть нужно было использовать пол-литра воды. Отнимаем 50 мл, чтобы желе было более таким плотненьким, густым. Сахарная пудра. Вот сейчас я буду смешивать творожок с сахарной пудрой. У меня 2 трети стакана сахарной пудры. Это сливки. У меня 30%. И нам надо 150 мл. Я буду все заливать на глаз. И еще желатин, молоко и клубника. Но клубнику я уже в самом конце буду добавлять. Если вы планируете использовать ее прямо в твороге, то помойте и хорошо просушите ее, чтобы она не была мокрой. То есть пока занимаетесь всеми этими делами, она подсохнет. Теперь ложкой я буду смешивать сахар, сахарную пудру, творог. И что еще? А мои сливки. Все перемешиваем аккуратно. И дальше займемся молоком с желатином. Доводим до кипения полстакана молока. И будем растворять желатином. Я так подумала, что в творожную массу классно было бы добавить ванильный сахар. Возьму упаковку. Всыпаю еще раз перемешиваю, пока молоко практически уже закипело. Вот когда молоко закипело, снимаем его с огня. И берем 2 столовые ложки желатина. Высыпаем и хорошо перемешиваем. Только не кипятите. Видите, я сняла с огня. Желатин растворился. И пока все это еще теплое, добавляем несколько ложек, 2-3 нашей творожной массы. И перемешиваем. Перемешиваем уже не ложкой, забыла достать ее, а венчиком. Интенсивно, быстренько. Я свою не могу найти. Не спрашивайте, что происходит. Сейчас час ночи. Я сначала искала одну вещь, теперь вот это потеряла. Я не знаю, какой-то у нас тут завелся домовенок, наверное, который все прячет. Теперь добавляем еще 2-3 ложки. И продолжаем все делать. Все, что мы тут намешали, переливаем в творожную массу и венчиком перемешиваем. Интересно, я правильно называю эту штукенцию или нет? Всю жизнь это был для меня венчик. Сейчас окажется, что только в нашем регионе это называется так. Вообще, это часть от блендера. Если вы планируете сделать творожную массу с клубникой, то нарежьте ее пополам. И на этом этапе добавьте сюда. Сейчас будем все выкладывать в форму. Я просто знаю, что мои детки не очень любят клубнику именно в этом тортике. Поэтому она будет у меня только в желе. Я сейчас вот все выложу быстренько. И в конце постараемся делать так, чтобы поверхность была ровненькой. Теперь все это отправляю в холодильник на полчаса. И потом увидимся с вами, когда я буду заливать наш сырник, а по-польски сырник, желе с клубникой. Когда тортик немножко подзастыл, я достала его и начала украшать клубникой. Она не особо хотела фиксироваться, так что вдавливайте ее посильнее. И ждем еще минут 15. Достаем и будем заливать желе. Заливаем все уже остывшим желе. Ставим в холодильник. И завтра утром ваш десерт, мой десерт, будет готов. История о том, как Оля ходит в гости. Просто мы с друзьями изначально договариваемся, кто что принесет, кто что приготовит. И потом хозяйке не так напряжно. Поэтому мы так часто встречаемся. Мой торт готов. И я уверена, что он очень-очень вкусный. А теперь миссия довести его практически в другой конец города. Так как у нас очень много пробок. И вот спросила у девчонок, они мне посоветовали запаковать все в термопакет. То есть даже замороженные вещи в нем можно перевозить. Я его покупала во Франции. Катюша мне посоветовала. И тогда я привозила сыры. Они, кстати, выжили. Все было нормально. Вот такой магазин. Там все замороженное продается. И там я купила эту сумку. И как оказалось, она мне уже несколько раз пригодилась. Так что очень нужная вещь дома. И девчонки еще писали, что нужно спаковать торт, одеться потеплее и поставить кондиционер на минимум. Тогда торт доживет. И под ноги его поставить, включить обдув. Короче говоря, это прикол. Девчонки, я хотела бы прокомментировать одну ситуацию. Наверное, я сто раз пожалею о том, что я скажу. Но если это найдет отклик в мыслях, в сердце хотя бы одного человека, я считаю, что я говорю сейчас это не зря. Значит, недавно я снимала видео о семейном бюджете. И оно вызвало бурю эмоций. Я предполагала, что так будет. Но еще раз скажу, что это наша семья. Если у вас другой выбор, если у вас другой устрой семьи, то это тоже прекрасно, если это устраивает вас, двоих, пару. Каждая семья – это живой организм отдельный, который функционирует совершенно по-другому. Так же, как у всех вкусы разные, у всех образ жизни разный. И это тоже нужно принимать и уважать, наверное, в первую очередь. И я также хотела бы сказать вам вот что. Опять же, предыстория небольшая. Садится батарейка, сейчас вернусь. Как-то так сложилось, что на моем канале я рассказываю тоже о чем-то очень личном, делюсь с вами каким-то опытом. Но это лишь вершина айсберга. Вы не видите ни всего того хорошего или даже плохого. То есть, когда человек чего-то не знает, он, конечно же, может себе что-то допридумывать. Я выросла в семье, где, как я вам говорила, папа был главой семьи, он всех нас обеспечивал. Мне очень сложно это говорить, но послушайте меня, пожалуйста, потому что это такая стандартная семья, скажем так, которой, наверное, большинство из нас привыкли к такому вот стереотипу в семье. Да, муж работает, жена занимается детьми. И многие девочки вот тогда писали, что если мой муж останется без работы, я пойду работать, все нормально. Но когда вы сидите дома 10-15 лет, 20, а то и дольше, найти работу не так-то просто. И тем более потом содержать вас, детей и вашего мужа. Работа – это дело такое. Но в жизни также бывают болезни, сложные ситуации, и из жизни также уходят люди. Я обещала себе не плакать, просто это очень-очень важно. Это то, что я видела своими глазами, то, что я чувствовала, то, что очень сильно повлияло на меня. Так вот, 4 года тому назад из жизни ушел мой папа, который был не просто, знаете, гарантом финансовой стабильности. Он делал все для того, чтобы оградить нас от каких-то забот, хлопот, чтобы мама направляла свою женскую энергию только в нас, в детей, в семью, в быт. И все бы хорошо, но почему-то очень часто все забывают о том, как много стресса и как много ответственности, как много нервного вот этого напряжения перенимает на себя один человек, который просто трясется над беззаботным настоящим и будущим своей семьи. И вот то, что я наблюдала очень долгие годы с моим отцом, и то, как это все закончилось, у меня это очень сильно отложилось в памяти. И вот вы знаете, я все-таки думаю, что мой папа был измучен именно в нервном плане работой и вот этой прессией того, что без меня моя семья не проживет. И вот после того, как я видела, в каком напряжении живет мой папа, и что не только болезнь, но вот эти нервы забрали его у нас, это было очень сложно для нас, и ни одни материальные блага не способны заменить близкого человека. И так уж устроены люди, что, мне кажется, это нормально, да, что ты хочешь дать своему ребенку лучшее, настоящее и будущее, чем было у тебя, хотя мне грех жаловаться. Просто мне кажется, что это даже логично, пока ты молод, здоров, полон энергии. Ты пашешь, потому что понимаешь, что тебя тоже ждет старость, и у тебя есть дети, которых тебе надо поднимать. Мне кажется, что это даже как-то по-человечески, когда ты можешь разделить со своим мужем, со своей женой финансовую ношу, помочь ему ее тянуть. И если кто-то считает иначе, для меня это тоже нормально, я уважаю другую точку зрения. Я просто хотела сакцентировать ваше внимание на том, что в жизни бывают разные ситуации. Люди приходят и уходят. Можно не просто потерять работу, можно потерять также мужа. Я не говорю, что я работаю для того, чтобы разбежаться, когда что-то пойдет не так. Но, к примеру, родители моего мужа развелись, мама также не работала, и дети чувствуют ответственность за свою маму, потому что она посвящала им жизнь. И ты чувствуешь себя обязанным. То есть мы помогаем маме Томака. А что было бы в ситуации моей мамы? То есть Томак, допустим, обеспечивал бы меня, моих детей, свою маму, и еще мою маму в старости. Это как-то, знаете, даже нечестно, что ли. У меня такая точка зрения. Пока я все успеваю, пока моя работа приносит какой-то доход, мы решили, причем это была моя инициатива, что я буду добавлять 50%. Меня никто не доставлял это делать. Просто когда Томак работал, его не было днями и ночами, потому что он постоянно мотался в командировке. Сейчас он снова в командировке, но хотя бы не так часто. Когда он приезжал весь напряженный, когда он постоянно думал о том, что вот хотелось бы это, второе, третье, пятое, десятое, потому что года идут, потому что сейчас вот самые такие плодотворные, наверное, года нашей жизни, но ты никогда не знаешь, что тебя ждет за поворотом. И мне в определенный момент стало очень страшно и за здоровье моего мужа, и за мою маму. Вы понимаете, у каждого своя жизненная история, свой жизненный путь. И тут не надо никого осуждать, критиковать, писать о разочарованиях, кому-то сочувствовать, кого-то там жалеть. Нет, я рассказываю вам о том, чуть-чуть рассказываю только, да, о том, что происходит в моей жизни. И если я принимаю какое-то решение, то я принимаю его очень осознанно. Называя отношения партнерскими, я не имею в виду взаимовыгодные отношения. Это все гораздо глубже. Это, мне кажется, даже взрослым людям это не надо объяснять, потому что партнер по жизни – это человек, который будет с тобой рядом и в горе, и тогда, когда у него подвернется нога на работе, когда он всегда будет рядом и в любой ситуации тебя поддержит. Бывают и взлеты, и падения во всех сферах жизни. И я поняла для себя одно, учитывая историю мою семейную, где я видела, где папа всех нас держал под коконом, который назывался «Стабильность», и обеспечивал нам хорошее, настоящее и будущее даже. Я поняла, что я в жизни хочу что-то уметь делать сама и помогать моему мужу по жизни. Да, это было нелегко, вот именно перестроиться, перестроить где-то свое сознание, но все время у меня в голове есть моя личная история семейная. Я хочу, чтобы мы с моим мужем были партнерами, как две половинки, равноправные половинки, единого целого, со своими потребностями, со своими желаниями, со своей возможностью реализовываться, со своей возможностью быть таким же родителем, чтобы не только я посвящала детям время, чтобы у меня на это были силы, а чтобы он также возвращался домой и чтобы у него была вот эта энергия, вот это желание с детьми пообщаться, провести время, чтобы мы могли куда-то поехать в выходной день, а он не сидел за ноутбуком. Потому что когда мужчина сам работает, ему очень сложно. Если кто-то, опять же, считает по-другому, и если всех все устраивает, то тоже почему бы и нет. У каждого своя жизнь. Я считаю, что оба эти мужчины, мой отец и мой муж, сделали меня такой, как я есть. Я не заядлая феминистка. Я не говорю, что я вся такая self-made, независимая женщина, и мне не нужен муж. И если что, я подстрахована, и я в любой момент смогу свернуть свою лавочку и уйти устроить себе жизнь отдельно. Для меня семья очень важна, но для нас вот такое распределение домашних обязанностей самое удобное. Просто-напросто нам так легче жить. Если у меня нет сил убраться, потому что я очень много работала, это сделает Томак. Если у меня, не знаю, какой-то девичник с моими подружками, он скажет, иди, я займусь детьми. И если он останется без работы, я смогу на время нас подстраховать. И точно так же с его стороны. Ведь когда я была в декрете, я получала свои 80% от небольшой заработной платы, потому что я работала официально, я ушла официально в декрет. Он ни разу не сказал, что «Оля, давай тут гони мне 50%. То есть, что очень важно иметь рядом человека, которому ты можешь доверять». Я надеюсь, что, опять же, то, что вы узнали обо мне, каким-то образом натолкнет вас на мысли. В общем, я не хотела вас грузануть, я просто хотела напомнить о том, что жизнь такая интересная штука, может так круто повернуть, и ты никогда не знаешь, что тебя ждет за поворотом. И в любом случае подготовиться ко всему ни в моральном, ни в финансовом плане ты никогда не сможешь. Ты даже не знаешь, что тебя ждет за поворотом и что принесет следующий год. И так получилось, что в моей семье произошло много всего и хорошего, и плохого. И, конечно же, это сказывается на моем мировоззрении, на том, как я строю, не я, а мы строим нашу семью. Просто я сейчас от своего имени рассказываю. Так что у каждого есть право выбора, если вашу точку зрения, ваше видение семьи, бюджета и всего остального разделяет с вами ваш жизненный партнер, ваш муж, ваша супруга. Это прекрасно, если вы все-таки предпочитаете какое-то другое распределение финансов и обязанностей, и вам так комфортно жить. И если вы еще при этом при всем счастливы и довольны, то я могу только порадоваться за вас. А вас я прошу в свою очередь порадоваться за меня. Не все умеют это делать, но, наверное, если бы мне было сложно, как-то тяжело говорить на эту тему, я бы с вами не поделилась. Просто это моя точка зрения, и она основана на каком-то моем небольшом жизненном опыте. Все, на этом будем заканчивать. Я не хотела никого расстроить, если что. Просто реально, наша семья прошла через очень многое, и это дало серьезный отпечаток на то, как я вижу свое настоящее и будущее, и как я живу. Все, всех целую, обнимаю, пока-пока.